Они с юных лет вместе как на соревнованиях, так и на тренировках. Братья Куржио, пожалуй, самые титулованные спортсмены Рязани по самбо. Чемпионы мира, чемпионы Европы и России они занимаются в спортивной школе «Родной край». Борются в разных весовых категориях. Старший брат у Али выступает в категории до 74 килограммов, а младший Али – до 82. У Али – это уникальный борец, это, я считаю, лучший борец сейчас по самбо. Просто десятилетия, просто это невозможно смотреть его схватки, думаешь, выходишь как так. У него стиль такой кошачий, да, то есть кошка всегда выворачивается и падает на ноги. Так же и он, примерно. То есть, когда идет бросок, он как-то всегда выворачивает, такой гибкий, ну, невозможно описать это. С новой победой и двумя золотыми медалями Али и Али Куржио вернулись с Кубка мира по самбо. Это третий по важности мировой турнир. Соперниками рязанских спортсменов стали более 250 человек из 36 стран. Однако сложностей не возникло. У Али досрочно победил японца, с явным преимуществом одолел представителей Узбекистана и Киргизии. В финале встретился со спортсменом из Монголии. Схватка продолжалась всего 40 секунд, закончилась после болевого приема. Соперник хороший, я с ним боролся два года назад на гран-при Тбилиси под дзюдо. Вот, мы с ним боролись 9 минут, там до оценки уже было. Вот, я тогда выиграл его тоже, но знал его уже более-менее. Особенность азиатов, у них таз низкий расположен, и они еще как бы когда согнутся, и тяжело очень бросить их, потому что таз сзади уже, и как бы само равновесие тяжело вывести из равновесия. Плюс у них, у монголов, у них национальная борьба, она плотная, то есть в плотной борьбе они очень сильные. На пути к золотой медали его брату Али Куржеву пришлось немного сложнее. Боролся со спортсменом из Испании, грузином, который является действующим чемпионом мира. Монголом, бронзовым призером чемпионата мира. Поэтому финальный бой с белорусом показался легким. Я в начале схватки сделал за дел, и как бы уверенно закончил схватку досрочно. Ну не досрочно, уверенно просто ее закончил, и тактически переиграл на захватах, и ничего не дал делать сопернику. Соперник был повыше меня, поэтому пришлось держать на дистанции, отключал рабочую руку и контролировал схватку. Однако такая коллекция наград была не всегда. В юности первое и второе место на большинстве турниров они делили между собой и оставались главными соперниками, ведь попадали в одну весовую категорию. Исход битвы решали по-разному. По детству боролись между собой, а потом как бы решили уже выходя в финал не бороться друг с другом, по очереди отдавали друг друг схватки. И где-то, наверное, лет пять назад решили разойтись по весовым категориям. Али признается, теперь следить за весом стало легче. Соперники более медленные, а золотых наград в семейной копилке в два раза больше. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Соперники более медленные, а золотые награды.